Мои витания, глядейские аудитории. Меня зовут Юлия Латвиненко. Я витаю вас из Киева. И витаю Сергея Жирнова, колышнего спевробитника КДБ, специалиста зовнішней розвідки. Я сегодня так акцентую на цьому. Пан Сергея, доброго дня. Говорю так, специалист внешней развідки, потому что я вот анализировала все ваши последние интервью, которые пользуются огромной популярностью. И я не могу сказать, что это конспирология. Вы просто проанализировали некоторые реальные факты, сопоставили. И пришли к весьма-весьма интересным выводам. А я вот хочу, раз уж мы рассуждаем, собственно говоря, и Путин, знаешь, тут уж хочешь, не хочешь, думаю, как убийца. И по сути Путин тоже мыслит вот этими спецоперациями, поэтому не называет война войной. Это есть такой вот какой-то ДНК-код у разведчиков. Как вы полагаете, вот кто или что, с помощью чего будет устранен Путин? С помощью какой-то западной спецоперации, как, скажем, в деле у самих Бен Ладена, или все-таки силами офицеров ФСБ, честь которых попрано на долгие-долгие десятилетия? Здравствуйте, Юлия. Спасибо за приглашение. Привет всем нашим зрителям. Ну, в общем, на такой вопрос, конечно, ответить с моей стороны довольно легко. Я убежден, что в любой диктатуре чаще всего исторически доказано, что диктатор устраняется либо естественной причиной, тот просто умирает, либо ему помогают умирать, то есть в результате дворцового переворота. И то, что произошло с Пригожиным, это, в общем, абсолютно логичная вещь, которая должна была произойти в путинском режиме, тем более, что на самом деле Путин сам толкал Пригожина к этому делу, потому что 10 месяцев он ничего не предпринимал, наоборот, он его использовал для того, чтобы вроде как добермана, чтобы давить на какие-то другие кланы, на военных, прежде всего, на Шойгу и на Герасимова. Но этот доберман, в конце концов, закончил тем, что укусил своего хозяина за руку. И Путин это очень удивило, как это так доберман может на меня броситься и захотеть сесть на мое место. Ну, вы абсолютно правы, что у Путина, конечно, мозги чекистские. Он именно чекист, потому что я работал с ним вроде бы в одной и той же организации. Мы вроде бы учились даже в одном и том же учебном заведении, но я его не считаю вообще за коллегу, потому что, строго говоря, в этом внутри... Если мне память не изменяет, Эйнштейн и Гитлер тоже одно учебное заведение. В одной школе учились, как видно. С кем? Извините, я не услышал. Эйнштейн и Гитлер учились тоже в одной школе. Я себя, конечно, не могу сравнивать с Эйнштейном, к сожалению. Очень бы хотелось бы. Но и Гитлер... И, кстати, Путин не дотягивает до Гитлера. У него так замашки, скажем так, он пытается копировать его. Вот Аншуус Австрии, значит, это присоединение Крыма. Судеты в Чехословакии накануне Второй мировой войны и потом нападение на Польшу. Это Путин, конечно, копирует, но ему до Гитлера довольно далеко. Но у Путина мозги абсолютно чекистские, потому что вот ту мысль, которую я хотел бы закончить, это то, что вот внутри этой огромной корпорации, которая называлась КГБ, первое главное управление, а именно разведка, это, в общем, было учреждение, которое стояло особняком. Потому что когда вы работаете в закрытой стране абсолютно, но вас готовят к тому, чтобы вас пошлют за рубеж на передний край идеологической борьбы с противником, так сказать, в прямом столкновении, в соприкосновении, вас готовят совсем по-другому, чем тех, кого готовят, например, ловить шпионов внутри страны. И вот у Путина мозги все-таки человека, который до поступления в КАИ, Краснодарный институт, он 9 лет отслужил в Ленинграде именно в контрразведственном подразделении. И у него остались мозги контрразведчика, так же, как у Патрушева, так же, как у Бортникова, вот, и во многом даже так же, как у Нарышкина. И поэтому, конечно, он мыслит, он везде видит шпионов, потому что когда вы работаете в контрразведке, вам платят деньги, или вам дают звездочки на погоны, или дают квартиры, машины за то, что вы должны поймать каких-то там шпионов, то, безусловно, вы будете везде видеть шпионов. И вот у Путина сложился, это, в общем, ну, такая даже психотип, с одной стороны, а с другой стороны, даже болезнь, некоторые болезни психологические, если не психиатрические, да, становятся девиацией характера, девиацией поведения, потому что он везде, конечно, видит шпионов, он мыслит только заговорами. Вот поэтому, кстати, мы говорим постоянно о теориях заговоров, потому что для него, и вот это конспирологические конспирологии, вы знаете, хотя, в принципе, конспирология, это просто наука, которая изучает заговоры, да, вот есть строга говорить по термину, но в обиходе конспирология обычно называет, скажем так, образ мышления, когда за любыми событиями люди обязательно видят какой-то заговор, вот какое-то есть такое мировое правительство, или какие-то блоки, вот я не знаю, нехорошие люди, там банкиры, евреи, исламисты, еще кто-то, коммунисты до этого, вот, и постоянно вот люди видят исключительно заговоры, и вот Путин видит только это, а поскольку он видит только это, он и воспроизводит, он отстраивает страну абсолютно по таким лекалам, и поэтому, конечно, он закончит в результате, мне кажется, если он просто не умрет, то он закончит в результате, конечно, государственного переворота изнутри Российской Федерации, а зарубежным странам, вот, о которых вы говорили, там, Штаты или еще кто-то, зачем им кого-то свергать? Вот даже у саму Бен Ладена, кстати, я в свое время написал статью, ее можно найти на моем профиле в ProZero, где я показал, что для Обамы это было неправильно, вот так расправляться с Бен Ладеном, его надо было, там, если вы хотите с ним свести счеты, вот, строго говоря, юстиция, справедливость и сведение счетов – это разные вещи, вот суд Линча и суд – это абсолютно разные вещи, и Обама, когда приказал его таким образом Бен Ладена уничтожить, он нарушил, строго говоря, правила, даже вот конституционные американские, но это отдельный разговор. Хорошо, так, а кем столько взращивали великого полководца Пригожина, сам Путин, по сути, как бы, он создал ведь его, он его создал? Да, это был абсолютно проект Путина, в том смысле, что Пригожин сначала создал себя сам, в этом, кстати, отличие его принципиально от Путина. Путин – это результат системы, потому что Путин все-таки служил, был старшим офицером КГБ, а затем, когда он попал в политику, его же никто не избирал, и Путин никогда не боролся ни за какую политическую власть, и Путин у себя, у него не было в голове никакого политического проекта, он был чиновником. Сначала у Собчака был чиновником, потом у Бородина был чиновником, потом у Ельцина стал чиновником, и потом его, Ельцинская семья, кстати, вот Путин все время говорит, что в Украине совершен в 2014 году государственный переворот, и, значит, вот там Хиевская хунта, и так далее. А на самом деле ведь Путин пришел к власти в Российской Федерации в результате государственного переворота. Семья Ельцина, Таня Дьяченко, Валя Юмашев и олигархи вокруг них практически уговорили путем манипуляции больного, старого, пьяного Ельцина передать власть Путину, человеку, которого никто не знал. Это был государственный переворот, это был кремлевский заговор, кстати, вот это вот, чтобы показать, люди забывают про это дело, да. И у Путин, кстати, Путин, поэтому он и обвиняет Украину в заговоре, потому что он сам нелегитимно пришел к власти, потому что у него не было никакой политической программы, он не был политическим деятелем. В отличие от Гитлера, кстати, например, потому что Гитлер 10 лет боролся за власть, там, можно, нужно его осуждать, говорить, какой он плохой человек, но Гитлер был политическим деятелем, у него была идеология, у него была отвратительная идеология, но это была идеология, Он добился того, что народ Германии проголосовал именно за идеологию, а потом уже за фюрера. А Путин пролез во власти в результате заговора кремлевского и, безусловно, этим же и закончит. Продолжение следует...